Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич Анна. И тема сегодняшнего видео это черенкование томатов. Казалось бы, рассада растет, томаты набирают обороты, чего их черенковать. Но обратите внимание на те условия погоды, которые в этом году нам преподносят сюрпризы. Если вы такие же добросовестные огородники, как наш автор Дмитрий Кострийский, который высеял на рассаду томаты в январе месяце, то наверняка у вас такая же картина, как сейчас у меня с рассадой на столе. Когда рассада растет, вытягивается и уже начинают появляться первые бутоны. А извините, еще начало апреля месяца, соответственно, как минимум месяц необходимо рассаду продержать в домашних условиях. Что предпринять для того, чтобы рассада не перерастала и для того, чтобы мы впоследствии получили качественный и хороший урожай. Итак, первая причина, по которой можно обратиться к черенкованию томатов, это продлить тот гармоничный рост и развитие рассады у нас в помещениях до того, как мы ее вынесем на постоянное место жительства. Вторая причина, по которой мы тоже можем черенковать томаты, это несоблюдение тех условий выращивания, в результате чего, например, наши томаты вытягиваются из-за того, что высокая температура или высокая влажность или недостаточно освещения. Итак, мы принимаем для себя решение, что мы не хотим везти на дачу очень длинную высокую рассаду, которая у нас переросла, соответственно, мы пока есть еще целый месяц впереди, можем прибегнуть к такому приему, как черенкование. Третья причина, по которой мы можем черенковать томаты, касается тех людей, которые любят заливать свою рассаду. Мы знаем, что постоянная влага в грунте может провоцировать развитие тех или иных грибных заболеваний. Поэтому, если у вас есть первые признаки развития прикорневых нилей, но верхушка у вас хорошо себя чувствует, растет и развивается, тогда однозначно будем черенковать нашу рассаду. Вместе с черенкованием возникают очень часто страхи и опасения, сохранит ли рассада те признаки, которые обозначены производителем семян, например, на пакете. Ответ да, конечно, потому что это является способом вегетативного размножения, то есть изменения каких-либо признаков у растения не происходит. Оно полностью повторяет те свойства и качества, которые были заложены при посеве семени в грунт. Ну что же, перейдем непосредственно к самой технологии черенкования. Как минимум, существует два способа черенкования наших томатов. Первый способ это когда мы отрезаем макушку, вставляем ее в воду. В воду можно предварительно добавлять в какие-нибудь корнеобразователи или можно просто в воду. И где-то через две недели в среднем наше растение будет выпускать корешки, после чего мы пересадим укоренившийся черенок в грунт. А второй способ черенкования это когда мы отрезаем черенок, опудрим его каким-нибудь корнестимулирующим препаратом, например, корневин или корень супер. Также для профилактики развития различных грибных заболеваний можно еще дополнительно опудрить порошком фитоспорина, после чего поместить наш черенок в рассадный стакан, в который мы предварительно насыпали грунт и увлажнили. После того, как мы поместим черенок в стакан, дополнительно для сохранения и поддержания влаги будем накрывать, например, вот такой вот отрезанной бутылкой, создавая специфические парниковые условия. И уже через 7-10 дней можно, постепенно открывая крышечку, адаптировать наш новый черенок к условиям выращивания в квартире и к концу срока адаптации, а это где-то 10-12 день, будем снимать бутылку и наш черенок превратится в полноценную рассаду. Хорошей профилактикой развития грибных заболеваний в грунте будет предварительное его смешивание с препаратами, которые содержат триходерму. Для этого можно воспользоваться, например, препаратами с триходермой от производителя Профит, которые вы можете найти на нашем сайте. Также не забываем, что наш черенок, когда мы его помещаем в грунт, требует заглубления на 2-3 сантиметра и обязательного уплотнения в той части, в которой мы помещаем, для того, чтобы, когда будет развиваться корневая система, не было пустот. Методика черенкования томатов является рабочей. В прошлом году у меня тоже было некоторое количество переросшей рассады, и, поверьте, в сезон мы входили с ней, с рассады, уже укоренившейся в теплицу, и был достаточно хороший результат. Впрочем, вы видели это в многочисленных видео. Также вам маленькая хитрость на этот сезон, когда растения уже обретут постоянное место жительства в теплице. Во время посынкования пасынки можно не выбрасывать, а их тоже укоренять, а затем высаживать. В результате мы растянем процесс поступления урожая на свой стол и, в общем, увеличим ту урожайность томатов, которая будет характерна для нашего огорода. Как видите, черенкование томатов – это быстро, просто и результативно. Оставайтесь на канале Процветок. Спасибо за подписки и лайки. Впереди много интересного.